18 числа вечером в дежурную часть комитетовского отдела полиции поступило сообщение о том, что обнаружили мужчину. По внешним признакам, признаков насильственной смерти нету, но тем не менее, из-за того, что труп мужчины обнаружили на улице, это в районе садового товариства Портовик, Любопольская селя Рады. Труп был направлен на судово-медичное, судебно-медицинское освидетельствование о установлении причинской смерти. По данному факту вопросов на уголовное дело по умышленному убийству в статье 115, но проверка проводится, и при этом проверки уже будет принято окончательное решение. На вид человеку 70 лет, на виде. Рост приблизительно 75 лет. Сколько часу он мог там пролежать? Данный факт я вам ничего объясню. А кто его нашел? Его нашли сотрудники СТ Портовик. Он здесь биле будинку, чи на улице? На улице Цветочник. Он житель Южного, или? Данный факт тоже не могу, как бы сказать. Кто-то его опознал, соседи, там же живут люди на дачах? Я так понимаю, что в настоящий момент, после возбуждения, распочтения криминального проведения, будет отфотографировано и ориентированно отправлено на места для установления данного человека. При опыту не святки, никто его не знает и раньше не видел. Пока нет. А можно мне еще свет оставить? Если можно, если вам не надо, то мне нужен свет в любом случае. Сереж, я по поводу назначения нового начальника. Он будет исполнять обязанности или это будет... Вот саму формулировку, вот как это будет вообще выглядеть? Денис Сергеевич, он назначен, только что во время представления его личному составу, было начальником Коминтерновского отдела полиции, было указано, что он уже прошел аттестацию в городе Киеве, когда работал. И назначен уже в ненужной, на постоянную основу. Это будет как и прежде? Ежегодно будет меняться у вас руководство или новая реформа? Данный вопрос я ответить не могу. Я знаю, что пока он единственный человек из Южненского городела, который уже прошел аттестацию. Все, что касается ваших сотрудников, то, о чем шла речь еще в конце прошлого года, реформа, которая должна уменьшить штат сотрудников и в течение 4 месяцев они должны пройти аттестацию, переаттестацию, да, и, так сказать, из милиции перейти к уже полноценно работников полиции. Как происходит этот процесс сейчас? Я знаю только то, что проведение переаттестации личного состава было запланировано на май месяц в Министерство внутренних дел по Одесскому региону. Но начальник ГУВД области в Киеве договорились о продвижении графика, и я думаю, что аттестацию уже сотрудники пройдут в начале февраля, в конце января этого года. То есть быстрее пройдут? Да. Штат сократится или уже сократился? Штат уже сокращен. Сколько человек сейчас в нашем... Очень многие поуходили на пенсию, остальным была дана возможность, предоставлена возможность написать на иные должности. А, то есть они были переведены просто на те должности, которые были освобождены предыдущими работниками? Нет, здесь с ликвидацией ГУВД сотрудники были уволены и по заявлениям приняты уже в новую полицию. То есть полной иллюстрации не было? Полная иллюстрация будет проведена уже после переаттестации. Почему? Потому что закон Украины о национальной полиции, он предполагает назначение сотрудников на постоянной основе только после проведения аттестации. То есть сначала их переаттестуют, а потом будет еще... В данной году будет застосована закон Украины про започищение влада. И очищение влада, как оно будет проходить? Вас уже кокоридживало? Пока нет. Какие-то новые должности ведутся? То, о чем шла речь в прошлом году? Шерифы какие-то, ну вот такие вот интересные названия будут применяться? Я думаю, это уже после комплексной переаттестации всего личного состава по всей Украине уже будет приниматься вопрос о дальнейшем реорганизации подразделения. Кто-то, кто уже проходит процесс переаттестации, говорил о том, как она выглядит, какие-то новые правила требований. Кардинально меняется структура вообще? Пока ничего не знаю. Немножко о том деле, которое было опубликовано, ну результат того дела, которое было опубликовано у вас в паблике Южницкой полиции. Нашим городделом была успешно завершена операция. Расскажите об этом по поимке преступника, вот об этом немножко. 27 декабря два человека, которые по предварительному сговору пришли приехать в город Южный для совершения уголовно-нагазуемого деяния, приехали и ограбили продавца магазина на Приморской, 19. По данному факту была возбуждена 187 статья, это разбойное нападение. И квалифицировано изначально по части 1, так как предполагалось, что преступник 1. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что преступников было двое. И после повторного нападения, ну то есть была создана ориентировка по одному из преступников, выложена в соцсетях, выложена на сайте КУВД. После второго нападения, 11 января, когда установили причастность тех же лиц, которые 27 декабря совершили, ориентировка снова была возобновлена. Оперативные подразделения получили информацию. И в конечном итоге, в ходе реализации информации, было установлено, что данный факт не один-единственный, а что этой же группой лиц были совершены еще разбойные нападения подобного характера и на территории Коминтерновского района, и на территории города Одессы. То, что в Южном, по словам жителей нашего города, в прошлом году было много совершено квартирных краж, и в частности, вот, к примеру, еще история про велосипедные кражи. Что вы можете сказать, как работала наша милиция в прошлом году, и насколько это действительно так? Увы, цифрами я не обладаю. Почему? Потому что к данному вопросу я не готовился. Единственное, что я могу сказать, видя ситуацию в соседнем районе, так как я являюсь инспектором по связям с общественностью на территории Коминтерновского района, видя ситуацию, которая там, я скажу так, что велосипедные кражи раскрыты были в Гвардейском, и в настоящее время, я знаю, по той информации, которой я буду, оперативники устанавливают причастность тех людей, которые совершали кражи в Фонтанке и в Гвардейском, кражам, которые были совершены велосипедным на территории города Одессы. То есть их было много, да? По квартирным кражам тоже не одна уже, несколько преступных групп задержаны, которые работали по Суворовскому району города Одессы и по Коминтерновскому району. Я думаю, что оперативные сотрудники тоже проводят мероприятия по причастности данных людей к совершению краж на территории города Одессы. Что с тем криминальным авторитетом, так называемым, который был пойман, взят с поличным в нашем городе, на строителей 9, как мне кажется, с наркотиками и оружием, машину его тоже возле химиков 14 сматрибы. Я даже не знаю результаты экспорта. То есть, в принципе, дело же уголовное открыто или как вообще? Дело уголовное, конечно, открыто. То есть, ну, процесс пока идет? В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. На каком этапе, на какой стадии я не готов сказать.